Мой ребенок буквально впал в зависимость от телевизора, от игр, от компьютера, жалуются родители. И хорошо, что они еще замечают это. А то ведь в современном мире есть тенденция считать нормой то, что противоестественно для нормального развития человека. А ведь в среде профессионалов уже давно признано и доказано, что компьютерная зависимость, например, это вид наркомании. И то, что наше общество сегодня стоит перед реальной угрозой зависимости от фастфуда. У меня собралось много вопросов на тему современной зависимости детей. И с этими вопросами я иду к психологу. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Тема у нас сегодня непростая, животрепещущая. Поэтому давайте сразу начнем с вопросов родителей. Здравствуйте. У меня двое детей. И, как многие другие, они любят есть еду из фастфудов. Сначала я шла на поводу и покупала. Но заметила прибавку в весе и сократила потребление этой еды многократно. У нас есть договоренность. Мы питаемся этой едой в праздники или когда куда-то выходим редко, раз в месяц. А правильно ли я поступаю, когда позволяю им это есть, раз в какой-то определенный срок. Вообще ограничивать употребление детьми той еды, которая кажется родителям вредной и ненужной, безусловно, необходимо. И в этом отношении с детьми надо вести как объяснительные беседы, так и достаточно жестко ограничивать их возможности в плане употребления продуктов, которые кажутся родителям ненужными для их здоровья, развития и роста. В данном случае единственную тревогу вызывает то, что получается, как будто еда в фастфуде – это праздник. То есть пойти на день рождения в Макдональдс. Что может быть лучше? И вот эта самая еда из фастфуда воспринимается как какое-то поощрение, как какой-то элемент отдыха, счастья и комфорта. То есть каждый день в своей повседневности ты ешь суп, а в праздник ты можешь позволить себе отвратительную, мерзкую какую-то вот эту штуку. Когда еда из фастфуда сопровождает какие-то семейные выходы, какие-то совершенно естественные процессы – прогулку, посещение кинотеатра или чего бы то ни было другого, тогда она уместна, потому что она составляет какую-то часть просто того, что происходит. Она, собственно, для этого и нужна. То есть когда мы вместе где-то, частью этого вместе где-то может быть фастфуд. И для ребенка подчас посещение кино не так интересно, как возможность при этом есть что-нибудь вредное, то, чего в обычной жизни есть нельзя. Но делать из этого, собственно, специальный праздник не вполне верно, да, потому что у детей возникает еще больше позитивных эмоций, связанных с этим. То есть они чисто ассоциативно закрепляют этот самый фастфуд с праздниками, с какими-то веселыми, хорошими, счастливыми мероприятиями. Фастфуд может присутствовать в жизни ребенка тогда, когда он уместен, да, в ситуации выходов семейных каких-то досуговых мероприятий и чего бы то ни было еще. В борьбе вообще с любой зависимостью, особенно пищевой или химической, в ситуации с детьми, очень важно понимать, что важна не сама еда, да, не сам предмет зависимости, а те эмоции, с которыми этот предмет зависимости связан. И эмоции ребенка вокруг этой самой зависимости – это прямое отражение эмоций родителей вокруг этой зависимости. Чем больше родители инвестируют эмоций в пространство вот это, да, то есть тем больше и дети заряжаются этими эмоциями. Соответственно, чем более спокойно и отстраненно родители к этому относятся, да, вот нельзя, да, нельзя. Вот сейчас мы в кино, вот это есть, да, ты хочешь есть, но ничего другого нет, ну давай мы съедим это. Мы гуляем в парке целый день, там как-то надо что-то съесть. Вот что есть, вот это есть. Ну вот мама пыталась сразу же приучать ребенка к здоровой пище. Что из этого получилось? Послушаем вопрос, который пришел по электронной почте. Я с детства старалась приучать ребенка к здоровой пище. Никогда не покупала ему газировок, не кормила фастфудом, но где-то лет 8-9 он попробовал эти продукты, напитки и постепенно стал буквально втягиваться. Просит и просит, особенно газировку, квас этот консервантный. Я объясняю, злюсь, но он прямо трясется, как ему хочется газировки, каких-то конфет тянуть их. Что это за зависимость? Почему детям так этого хочется? И как их от этих продуктов отучить? Теперь давайте задумаемся, в этом случае какой механизм формирования ребенка вот этой тяги вот к этому всему отвратительному и ужасному. Ну, во-первых, конечно, все, что нам запрещают, хочется вдвойне. Ну, естественно. Ну, тем более 8 лет – это очень хороший возраст для того, чтобы пойти в школу, преодолеть кризисный момент первого класса и начать хотеть чего-нибудь такого, чего там как бы очень важно. С другой стороны, и это действительно очень большая проблема, связанная с тем, что если некоторые родители уделяют этому гипертрофированное внимание, вплоть до некоторых легких форм сумасшествия, то другие родители относятся к этому попустительски. И ребенок, попадая в среду сверстников, а в 8 лет, во втором классе, в третьем, коммуникация в классе приобретает, в общем, достаточно серьезное значение для ребенка, он начинает понимать, что ему-то нельзя, а остальным-то можно. И они хлебают, и жуют, и вполне без всяких проблем, да, то есть щедро утирая с губ краситель, вполне как употребляют и не парятся. Ровно та же самая абсолютная ситуация с телефонами, и планшетами, и PSP, и всем остальным. Кто-то носит в школу, а кому-то нельзя. И как бы и те, кто носят, они, как бы, понятно, уже как будто звезды. Ну, то есть в глазах современного младшего школьника счастье – это когда у тебя в руке банка козировки, рот усыпан крошками от чипсов, в руке PSP, и ты улыбаешься, да, потому что тебе, в общем, жизнь состоялась. И, конечно, то, что он видит, да, вызывает у него очень острое желание и попробовать, и посмотреть, и как-то к этому отнестись, и влиться тем самым, да, вот во все остальное, сообщество мировое, которое всем этим живет. И родителям в этой ситуации очень важно обсуждать с ребенком не только вредоносность той еды, которую он стремится употреблять, тех газировок, которые он стремится пить и так далее, и так далее. А то, что для ребенка на самом деле это значит, да, то есть что он тем самым пытается доказать, показать себе, показать одноклассникам, сверстникам. И гораздо важнее, да, для родителей просто расширить контекст обсуждения этой проблемы, чтобы она стала такой, скажем, более многогранной и более объемной. Потому что, ну, понятно, помимо запрета, ну, тут ничего не поделаешь, запрет, он и есть запрет. Но помимо запрета есть еще очень много факторов, которые так или иначе на это влияют. А если ребенок испытывает к этому какую-то прям вот, ну, вот прям тягу и тряску, что-то еще, ну, то есть понятно, что мы говорим там о каких-то действительно вредных вещах, да, то в каком-то объеме это допустимо. Потому что в каком бы объеме это ни было, там, если это объем небольшой, то от этого, ну, конечно, сиюминутно, да и в перспективе серьезного вреда, конечно, не будет. Ну, то есть он будет гораздо меньше, чем от всяких разных других факторов, которые в любом случае ребенка окружают и с которыми он в любом случае вынужден иметь дело. Та же самая, понимаете, ситуация, ее очень ярко видно, например, на отношении многих родителей к кормлению детей конфетами. Да, то есть есть же такой хороший качественный подход, что сладкое должно быть лимитировано. То есть, ну, вот как бы вот в соответствии с какой-то программой должна происходить выдача конфет, пирожных и всего остального. А, естественно, дети периодически по этому поводу очень жестко трясутся и готовы пойти на любые учреждения, лишь бы получить эту самую конфету. С другой стороны, да, мне кажется, гораздо важнее подумать, что на самом деле ребенок пытается получить, получив конфету. Да, ведь на самом деле речь-то не о конфете. Речь о том, что для него это может быть, ну, просто какие-то редкие моменты положительных эмоций, которых вообще в его жизни-то не так и много. И помимо того, что подумать про конфеты, можно бы подумать про то вообще, что еще у него есть, от чего он получает удовольствие, и что действительно позволяет ему как-то расслабиться и почувствовать себя хорошо. И конфеты перестанут представлять такой, в общем, центр Вселенной. Как только с ребенком что-то происходит, он оценивает то, что с ним произошло, не потому, что с ним произошло, а по реакции родителей. Легче всего это наблюдать на совсем-совсем маленьких детях. Если совсем-совсем маленький ребенок куда-нибудь идет на своих неверных подкашивающихся ногах вместе с родителями, и в какой-то момент падает, он не начинает плакать, он начинает смотреть, что делают родители. И если родители в этот момент с округлившимися глазами, мама бросается к ребенку, папа начинает звонить в скорую, ребенок, естественно, начинает орать, потому что он понимает, что происходит что-то ужасное. Что случился какой-то коллапс, что ему угрожает какая-то опасность, что у него, вероятно, сломаны ее ребра, травмирована нога и вообще беда. Если родители в этот момент могут взаимодействовать с ним, сохраняя нормальное спокойствие, понимая, что вообще-то так, чтобы вот с ног упасть и насмерть ушибиться, довольно непросто это. Ровно то же самое происходит всегда, во всех случаях. В случаях получения ребенком травм, в случаях каких бы то ни было заболеваний, разной степени тяжести, сиюминутных или более тяжелых. В случае курения, употребления в первый раз алкоголя, употребления запрещенных каких-то вот этих продуктов, компьютерных игр, агрессивного содержания, анонизма и всего-всего, что только на свете есть. Все, что ребенок делает в первый раз, он всегда оценивает это с точки зрения того, как на это реагируют родители. Родители на это могут реагировать или истерично, ну то есть с фейерверком эмоциональным. И вот эта эмоциональная яркая родительская реакция на любые действия ребенка, естественно, закрепляет это действие. Потому что он прекрасно понимает, опа, смотрите-ка, родители включились, что-то страшное происходит, происходит что-то важное, что-то хорошее или плохое, но важное. То есть что-то по-настоящему серьезное случилось. Я выпил кока-колы. Это событие. Этот день надо пометить в календаре и каждый год отмечать. И это закрепляет, это не на уровне хороших или плохих, просто эмоций. Потому что эмоциональное пространство ребенка для любого ребенка очень важно. И он, естественно, очень ярко включается в те события, которые для него эмоционально насыщены. Лучше всего в жизни мы запоминаем тяжелые события, трагические. И большие праздники, да, то есть дни большого счастья. Они запоминаются в равных пропорциях, потому что они эмоционально насыщены, потому что они по уровню своих эмоциональных переживаний, наших эмоциональных переживаний, сильно выходят за пределы повседневного какого-то функционирования. И если ребенок делает что-то, что вы бы не хотели, чтобы он сделал, спокойно об этом поговорить, да. Обсудить с ним это в какой-то степени, да. Но впадать в панику самому и начинать террористические меры жесткого регулирования, безусловно, нет. Потому что меры пройдут, а эффект будет обратный. То есть важно реагировать правильно. Важно реагировать спокойно. Потому что на самом деле, да, по большому счету, так, чтобы вот он попробовал газировку и от этого молниеносно скончался от острого гастрита, ну, шансов, в общем, немного, по большому счету. Любишь ли ты газировки, фастфуды всякие, ну, ты понимаешь, да, гамбур? Ну, иногда можно поесть, но я это дело не очень люблю. Люблю спрайт из газировки, а попсиколы, кока-колы – это все, по-моему, гадость. Ну, из фастфуда только картошку фри люблю и наггетсы, все. Ну, да. А что? Чипсы, кола, сухарики, потому что он вкусный. Ну, иногда, конечно, очень хочется. Газировку я просто два месяца не пил, я вот это захотелось очень сильно. Ну, фастфуд. Ты же знаешь, что это вредно? Да, знаю, но все равно хочется как-то. С этим как-то нужно бороться? Нужно. Иначе все превратимся, как американцы будем ходить. Здравствуйте, меня зовут Евгения, я мама Максима. Максиму 6 лет. У нас такая проблема. У нас есть старший брат, старший брат учится работать на компьютере. Естественно, младший тоже за ним повторяет, что, мне кажется, негативно сказывается на его осанке и вообще здоровье. Как вот ребенка отвлечит компьютера, переключить его внимание. Спасибо. Младший неизбежно будет повторять все то, что старший делает. И в связи с этим младшие дети всегда развиваются чуть-чуть быстрее, чем первые. Потому что у них перед глазами всегда есть четкий последовательный пример. Если старшему ребенку игрушки покупают по возрасту, то младшему ребенку просто отдают все, какие у старшего когда бы то ни было были. Поэтому его развитие протекает в такой хорошей качественной каше, и он ступеньки своего вот этого поэтапного развития местами преодолевает чуть-чуть быстрее. Ну, просто потому что рядом есть другой ребенок, который развивается уже с более развитого этапа. Да, как бы уже на более высокой ступени развития стоит уже сейчас. Если вы хотите, чтобы старший осваивал компьютер, а младший к этому никакого отношения не имел, ну, это только один вариант, они должны это делать просто физически в разное время и в разном месте. Ну, то есть так, чтобы младший просто не видел, как старший это делает, никакого отношения к нему не имел в этот момент. Потому что иначе у них будет одна общая сфера интереса, одно общее пространство, и, конечно, младший будет в это включаться. И это ровно то, что вообще-то почти всегда и происходит. То есть если между детьми разница 3-4 года, они, как правило, в равной степени делят между собой планшеты, компьютеры, ноутбуки и все остальное. Потому что младший вынужден догонять, а для старшего младший – это неизбежная часть реальности, и он, конечно, включается в это. Антон, время нашей программы подходит к концу, но вопросов на эту тему еще очень много, поэтому с вами я не прощаюсь. А вы, уважаемые телезрители, смотрите, пожалуйста, продолжение этой беседы в следующей программе. Кто из нас в детстве не играл в доктора? И наши дети не станут исключением. Но я предлагаю вам играть в эту игру с ребенком осмысленно, приучая его с малых лет задумываться о причинах болезни, с которыми обращаются пациенты. Играем в доктора Принцип игры применим для многих ролевых игр. Старайтесь не привлекать компьютер. Сами рисуйте бланки, паспорта, медицинские книжки, больничные листы. Это развивает фантазии, умение ориентироваться на плоскости, усидчивость, несомненно. Таким образом, вы не приучите ребенка к шаблонам. Он научится стремиться к индивидуальности. Постарайтесь шить или купить ребенку костюм врача. Это очень важно. Вспомните, как нам всем в детстве нравилось наряжаться. Таким образом, мы переуплощаемся в понравившегося нам персонажа. Костюм позволяет почувствовать себя взрослым. Живее примерить на себя роль врача в данном случае. Через игру вы научите ребенка элементарным навыкам оказания первой помощи себе и другим. Приходит пациент с жалобой на головную боль. Что нужно сделать в первую очередь? Измерить температуру. И тут же усваиваем, что нормальная температура у человека 36,6. А при повышенной, больше 38, нужно дать жаропонижающие таблетки или сироп. Если температура нормальная, а голова болит, может быть повышенное или пониженное давление. Учим пользоваться прибором. И опять уясняем, что нормальное давление это 120 на 60. Ребенок должен еще знать такие причины головной боли, как компьютер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что жалуетесь? У меня голова болит, доктор. И глаза слезятся и режут. Да, глаза у вас красные. А я вижу, вы телефон вообще из рук не выпускаете. Играете, наверное. Сколько вы сидите за компьютером? Ну, два, три, ну пять. Я вам ставлю для нас компьютерная зависимость. Понимаете, чем это грозит? Это можно вообще очень почемным последствиям провести. Так, значит, ограничить компьютер полностью на два дня. Как не играть? Я не могу без компьютера. Капля. Я вам выписываю, потому что очень красно. Глаза. Вот, значит. Стоит расспросить клиента о том, курит ли он. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что жалуемся? Я не могу в школу ходить. Мне кажется, у утра плохо. Сколько вам лет? 14. Так. Слушайте, а вы, случайно, не курите? Ну... Сигаретку в день. Ну, три, пять. Тут только поможет стационарное лечение. Срочно в больницу. А может быть, пациент упал или ударился обо что-то? Тогда нужно его отправить в хирургу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мяу. На что жалуетесь? Голова. Мяу. Болит, доктор. Так, давайте температуру измерим. Хорошо. Так, у вас температура 38,3. Ну, для котов это хорошая температура. Ударялись? Где-нибудь. Три дня назад с крыши упал. Мяу. А, так вам его к хирургу надо. Ну, хорошо, что я был хирургом, так что сейчас вам помогу. Мяу. А в роли хирурга научите своего юного врача делать элементарные перевязки. Пользоваться пластырем, йодом, соблюдать стерильность. Болить живот? Нужно пощупать, мягкий он или твердый. И вот тут-то можно побеседовать с пациентом о пользе здоровой пищи и о вреде фастфудов. Здравствуйте. Ой, ой, здравствуйте. На что жалуетесь? Ой, живот болит, ой. А что вы едите, мне интересно? Я люблю гамбургеры. Я люблю газировку. Я люблю чипсы. Фастфудом питаетесь, конечно. У вас вес, во-первых, катероричный, тоже ожирение, считай. Значит, все так. Пишу вам диагноз. Ожирение. Вы испортили себе желудок этим фастфудом? Еще через года три вообще не сможете ставить своего места. Потому что у вас здорового вообще в организме ничего такого вот нет. Начинайте все. Сейчас вот диету соблюдаем и начинайте есть здоровую пищу, супы. И через неделю приходим ко мне, смотрим. Такие беседы и увещевания откладываются на подсознании. И вряд ли сам доктор будет злоупотреблять вредными продуктами. Еще неплохо освоить элементарные навыки массажа, самомассажа. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. На что жалуетесь? Доктор, я занимаюсь спортом. И в последнее время у меня очень болят коленки. А у меня соревнования скоро. Не знаю, что делать. А что я могу сказать? А вы растете. Это практически не у всех. Ну, бывает. Очень часто вы растете, из-за этого коленки болят. Тогда ходим на массаж и через неделю ко мне приходим на повторный осмотр. Хорошо? Хорошо. Спасибо, доктор. До свидания. Нужно понимать, что частой причиной боли в коленке, ноге, в руке, в спине бывает застой крови. И массаж облегчит, а то и уберет боль. Разгонит кровь и разогреет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова